Сегодня расскажу вам о 9 онлайн профессиях, которые не требуют специального образования, которые можно освоить буквально за 2-4 недели и которые, что немаловажно, я уже освоил, попробовал и заработал на них первые деньги. Прежде чем начать, я бы хотел сделать небольшое отступление, которое, возможно, поможет тем, кто сейчас вот на начале, на вот этом вот этапе пути, когда ты работал оффлайн и решил перейти в онлайн. Расскажу небольшую историю. Идут два, значит, друга. Один повыше, второй пониже. Значит, идут они, идут, темно, зашли в какую-то незнакомую местность и проваливаются в яму с дерьмом. Ну, такое бывает, да, коммунальщики раскопали и оставили на ночь. Значит, тот, который повыше, ему ок, он провалился по плечо, понимает, что он попал в какую-то неблагоприятную ситуацию, что вокруг дерьмо, надо выбираться. Он, значит, начинает там грести, там все, там что-то делать, карабкаться. А тот, который пониже, ему-то как бы не комильфо, он провалился по самые помидоры. Значит, он стоит вот в такой позиции, да, смотрит на него и такой, братан, не гони волну. Вот, в принципе, ситуация в жизни точно такая же. Вот эти вот люди, которые говорят вам, когда вы начинаете что-то пробовать, типа, братан, не гони волну, и так все нормально, куда ты, зачем тебе это надо, это не твое. И высказывают слова поддержки у вас, адрес, когда вы начинаете что-то новое пробовать, да, для себя. Я в своей жизни очень много перепробовал нового. Я реально освоил больше 20 профессий за свою, там, 20-летнюю карьеру. По началу, каждые полгода примерно менял место работы. Почему это происходило? Потому что вот люди, работающие люди, они делятся на две категории. Это дайверы, которые за свою жизнь попробовали, ну, максимум, три профессии. Они приходят на какое-то место работы и работают там 10-15 лет в одном месте, никуда, у них ничего не меняется. Они бы и, может, и дольше бы работали, просто там какие-то ситуации, там, переезд или еще что-то там. Ну, компания обанкротилась, по-разному бывает. И второй тип – это сканеры. Это тип людей, которые постоянно держат руку на пульсе. Сканируют ситуацию в мире. Они смотрят, мониторят постоянно рынок труда, да, что там, как вот они работают на какой-то позиции. Они смотрят, может быть, где-то больше за это платят. Может быть, где-то условия поприкольнее. Где-то компания получше. И вот эти люди, они постоянно меняют свое место работы, постоянно меняют профессию. Если что-то в мире случилось, там, какая-то заварушка, да, они там сразу раз смотрят. Ага, так, что там, какие, на чем это отразится, что, как это будет происходить. И вот такие люди выживают лучше, чем те, которые дайверы, да. Ну, то есть, есть плюсы и там, и там, но я вот выбрал для себя сканеров. Я меняю какое-то там, какое-то направление деятельности, что-то новое осваиваю. И это мне очень сильно помогает. В России я в последнее время вел предпринимательскую деятельность, занимался ремонтом деревянных домов. До этого я занимался ремонтом автомобилей, у меня был свой автосервис. А еще, если раньше, 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 я там был военным, я там работал на складе, массажистом, потом пытался открыть свой салон красоты, работал управляющим салона МТС. Чем я только не занимался, реально. Вот, но сейчас я перешел в онлайн и не жалею об этом, потому что это все-таки свобода. Пока существует интернет, вы всегда будете с работой, я всегда буду с работой. И что бы там ни говорили, что там искусственный интеллект убьет там профессий. Такое же было, мне уже немало лет, и такое же в 2000-х годах я слышал, когда появились роботы. Что роботы заменят человека абсолютно полностью, все, люди там не нужны будут. И где эти роботы? Да, они там используются на конвейерном каком-то производстве, да, там какую-то часть, но без человека это не работает. Все равно какую-то черновую работу делает робот, да, там клепает, штампует, что-то делает. Но люди доводят все равно до финала. И так же и со всем этим искусственным интеллектом. Будет то же самое, людям станет легче работать, интеллект будет помогать людям. Я пользуюсь сам, он мне очень помогает. Не скажу, что прямо он за меня делает всю работу, но он мне помогает реально. Так что, когда вы слышите, что онлайн-профессии будут не нужны, просто смейтесь этим людям в лицо. В основном все эти блогеры, которые рассказывают про искусственный интеллект, о том, что там всем хана, они просто хайпуют. Они просто нашли нишу, на которой они хайпуют. Так что не слушайте никого, забейте на это болт и вперед к новым вершинам. Погнали! Начать я хочу с профессии таргетолога. Это единственная профессия, которой я обучался. Заняло по времени это где-то чуть меньше месяца. Теория-практика и работа с наставником. Вот так все это выглядит изнутри. Видеоуроки, задания и выполнение практических занятий. Почему я решил обучаться? Потому что таргетолог – профессия материально ответственная. Неопытные таргетологи частенько сливают бюджет, забирают зарплату и уходят в закат. Бюджеты на рекламу бывают разные. У нас есть компания, которую мы в месяц откручиваем на 10 тысяч долларов рекламы. Сумма, согласитесь, немаленькая. Поэтому ответственность все-таки висит на таргетологе. И я обучился этой профессии. Вот так выглядит центр лидов. Это стоматология, которую мы сейчас запустили буквально несколько дней назад. 27-го мы запустили. 27-го реклама обучалась. Там за день пару всего лидов пришло. А вот с 28-го с утра уже посыпались лиды. И вот за этот день пришло 14 новых лидов. Что это такое? Лиды – это начатые переписки, то есть люди написали в мессенджер, либо в инстаграм о том, что они интересуются услугами этой стоматологии. Все, дальше уже дело за самой стоматологией. Как они будут общаться с клиентом, это нас не касается. Далее у нас идет рекламный кабинет онлайн школы йоги. Пожалуй, это один из самых легких клиентов. Мы работаем с ним уже давно. Клиенту нам доверяет. Мы делаем креативы, запускаем рекламу. Она работает, все в порядке. Это идеальные клиенты, таких можно вести 10-20, сколько угодно. Они просто занимают там несколько часов в неделю. Такие клиенты очень интересны с точки зрения заработка. Работа таргетологом предусматривает создание рекламных креативов. Вот так они выглядят. Не всегда это требуется, но если вы будете это уметь делать, вам же в плюс. Это, кстати, подводка к следующей профессии – создатель, либо дизайнер рекламных креативов. В компаниях часто присутствует такая должность, как дизайнер креативов. Вот, собственно, работа дизайнера креативов. Это создавать вот такие картинки в приложении Canva. Вот это, кстати, турецкая стоматология, для которой мы сейчас запустили рекламу. Мы создали им креативы на русском языке, перевели на английский и точно такие же создали на английском языке. Ничего в этом суперсложного, сверхъестественного нет. Приложение бесплатное, но в бесплатной версии очень маленький функционал. Очень много шаблонов. Вот по левой колонке, если пробежаться, здесь все доступно, понятно. Бери, разбирайся и делай. Зарабатывай на этом деньги. Один креатив занимает 15 минут, стоит 300-1000 рублей. Зависит от того, как вы себя продаете, насколько классные креативы вы делаете. Итак, следующая профессия – создатель текстов для сайтов и блогов. На мой взгляд, профессия несложная. Необходимо, чтобы не хромала ваша орфография и добавить чуточку креативность. Не обязательно разбираться в том продукте, о котором вы пишете. Можно найти кучу информации в интернете. Или вот как я, например, использую чат GPT. Мы ведем каналы по психологии, не особо в этом разбираемся. Я просто пишу в чат GPT, представь, что ты психосоматолог, и как бы ты ответил на вопрос. Если просто написать «Расскажи про психосоматику», он мне скажет, что это не признанная медицина, лучше обратитесь к доктору. Но если ему задать вопрос правильно, то он и ответит на него соответствующим образом. Приняли текст от чата GPT, подкорректировали его под свои нужды, подправили, все, отправляете заказчику, получаете деньги. Также с английским языком. Не обязательно знать английский язык. Пишешь текст на русском языке, к тому же чат у GPT, либо самостоятельно пишешь, либо где-то берешь статью с какого-то сайта, прогоняешь его через чат GPT, делается это таким образом. Пишите, переведи на русский язык, ставите двоеточие, после двоеточия текст. Чат GPT прогоняет этот текст через свои настройки и выдает его на английском языке. Я давал этот текст проверять людям, которые очень хорошо знают английский язык. Они сказали, окей, там какие-то маленькие правочки сделали, сказали, ну вот так типа не говорится. В целом и так сойдет. Вот так они сказали. Так что вот еще одна профессия. Пожалуйста, пользуйтесь, наслаждайтесь. Следующая профессия – сценарист роликов на YouTube. На самом деле неважно, какая соцсеть, Instagram, TikTok, YouTube, принцип действия один и тот же. Вы просто выбираете рубрику, подходящую под ваш влог. Например, вот авто. Все, выбрали авто. Смотрите, ищите. Выбираете ролики с наибольшим количеством просмотров, с наибольшим количеством лайков, комментариев, там, где понятно, что аудитория заходит. Вы этот ролик берете, адаптируете под свой канал. Все, заказчик доволен, вы при деньгах. Чтобы не быть голословным, как это выглядит. Вы заходите на хэ-хэ, смотрите в обязанности сценариста. Здесь четко написано «Анализ конкурентов и генерирование идей». Что это значит? Звучит страшно, но на самом деле это вот то, что я вам только что рассказал. Ищите ролики, смотрите их, на основе этих роликов генерируете идеи и подаете уже под своим соусом. Далее, изучение и анализ детского контента на YouTube. Все четко, то же самое. Смотрите детские какие-то ролики, какие-то веселые, смешные. Переделываете их под тематику канала вот этого юмористического, подаете, все, вы свободны. 50 тысяч рублей на руки. Далее у нас идет «Куратор онлайн школы». Профессия требует от вас всего два ключевых момента. Это доброжелательность и стрессоустойчивость. Все ученики, которые будут находиться под вашей опекой, делают это впервые, а вы, как «Куратор», уже рассказали об этом 66 раз. Вопросы будут на вас, ну, по-первых, это будут обычные вопросы. Дальше это будут уже казаться вам эти вопросы глупыми. Вы можете там, не знаю, по ту сторону экрана там беситься, прыгать там, не знаю, волосы рвать. Но ученикам вы должны отвечать очень корректно, очень вежливо и очень развернуто. Необходимо будет углубиться в продукт, пройти его, скорее всего, самостоятельно, да, изучить этот материал. И далее уже, основываясь на те знания, которые вы получили, отвечать ученикам на вопросы. Во-первых, вы заработаете деньги. Во-вторых, вы получите новую профессию. Потому что пока вы будете рассказывать ученикам, как это работает, вы сами в этом разберетесь. И дальше вы уже сможете, ну, вы получите бесплатное образование, так сказать. Помимо ответов на вопросы учеников, необходимо будет еще помогать им с оплатой. Где-то что-то не прошло, где-то что-то не списалось, нет доступа и так далее, и так далее. Эта профессия не предполагает круглосуточного сидения за компьютером. Вам просто необходимо не отключать уведомления и оперативно на них реагировать, да, вы занимаетесь какими-то своими делами. Пришел запрос, подключились, посмотрели, ответили человеку. Далее у нас SMM. Очень креативная, интересная профессия, но мне она не понравилась. Потому что занимает очень много времени, необходимо лопатить очень много информации, особенно если вы не в теме, да, не в контексте. Собирать по частям из разных статей, соединять это в одно, отправлять заказчику, если все ок, публиковать. Есть очень требовательные компании, которые хотят ежедневно публиковать контент, ежедневно выпускать там по 3, 4, 5, 10, 20 stories, плюс reels, плюс еще что-нибудь. Чаще всего SMMщик работает full-time. Не знаю, там за 50-60 тысяч рублей человек просто работает целый день. Целый день он что-то ищет, что-то читает, какие-то картинки. Очень много работы. Мне не понравилась такая профессия. Именно в этой профессии люди чаще всего ловят выгорание и переходят на что-то более размеренное. Итак, копирайтер. Все, что нужно делать, это писать текст. Если вы помните, что у вас в школе получалось очень хорошо писать сочинения на различные темы, то это работа вашей мечты. Для новичков очень рабочий способ это смотреть то, что пишут другие, искать похожие какие-то статьи, брать оттуда интересующие, подходящие под тематику вашей статьи, абзацы, переносить их в какой-то документ, потом все это дело вместе соединять и получать на выходе какой-то текст. Со временем вы начнете писать красиво, у вас пополнится словарный запас и вы станете крутым копирайтером. Тексты там можно писать продающие, можно писать триггерящие, юмористические. Я прямо в чате в GPT писал так. Напиши мне текст или Гаррика Харламова. Он мне выдавал какой-то текст и я его уже там на свой лад как-то редактировал. Я пробовал разными стилями там и Мартиросяна. Все это он выдает. Пользуйтесь, наслаждайтесь. Я слышал, что данной профессии тоже необходимо обучаться, но данный вопрос у меня под большим сомнением. И последнее в нашем списке, но не по значимости, создатель сайтов на Тильде. Тильда это очень популярная платформа, ей пользуются многие, если не сказать все, там есть обучающие видео, есть текстовые обучалки. Ничего сложного нет. Нужно только почитать, посмотреть, разобраться, где что находится, как это двигается, как это работает. Посоздавать себе различные какие-то неплохие, симпатичные сайты. Тут только практика, практика, практика. Ни каких-то там супер навыков не нужно. Ты просто смотришь сайты, опять же развиваешь насмотренность. Где-то там понравилось тебе, ты приметил, все окей. Пошел в Тильду, сделал точно так же. То есть у тебя приходит заказ на сайт, спросишь клиента заполнить бриф, он указывает там, кого он считает своими конкурентами. Смотришь, как у них сделано и просто делаешь что-то примерно похожее на его конкурентов. Если он их выбрал, значит они ему нравятся и это будет попадание в цель. Месяц повозиться с этой Тильдой, разобраться и все будет ок.